Более 20 лет Бог обильно помазывает и использует брата Фестусен Согу, чтобы коснуться многих людей по всему миру. Он был посланный Господом Иисусом служить в Восточную Европу после распада коммунистического режима. Чудеса, исцеление, избавление и могущественное движение Святого Духа сопровождают чистое, мощное, бескомпромиссное служение Слова. Менялись жизни, многие обратились к Господу, создавались новые церкви при выполнении Божьего поручения. Теперь примите Слово Божие через его слугу, брата Фестуса. «Да будет благословенно имя Господа». Этот день сотворил Господь, и мы будем радоваться и веселиться в Нем. Библия говорит «Радуйтесь Господе всегда». И еще говорю «Радуйтесь». Радоваться — это повеление от Бога. Это не зависит от того, что происходит вокруг нас, или от того, что мы слышим, что мы видим, или что мы чувствуем. Это внутренняя благодать, которая рождается в нашем Духе через Духа Святого. Итак, нам приказано сегодня «Радуйтесь в Господе». И я верю, что сегодняшняя передача умножит вашу радость, озарит вашу жизнь, озарит ваш день. Молю Бога, чтобы сегодня Он ответил вам на многие ваши вопросы, которые есть в вашем сердце, чтобы обрести силу и смелость от Господа, от Его Слова сегодня, чтобы вас Сам Бог укрепил силой в вашем внутреннем человеке. Наш Бог — Бог сверхспособный Бог. Он — могущественный Бог. Он никогда не менялся. Вещи меняются. Люди меняются. Времена меняются. Все, что есть, все, что у нас есть, меняется. Но наш Бог не меняется никогда, потому что Он вчера, сегодня и навеки тот же. И каждый, кто в Нем находит убежище, имеет надежду. Он — наше твердое основание. Он является силой Сиона. Он является красотой и силой тех, кто находит в Нем убежище. Так что давайте сегодня радоваться. Радоваться, когда мы принимаем от Бога Его замечательное и удивительное Слово. Отче, мы благодарим Тебя. Мы благословляем Тебя и восхваляем Твою мощь. Радуемся Тебе и Твоему Слову, которое Ты послал к нам. Мы просим Тебя о благословении сегодняшнего эфира и каждого зрителя. Отче, я верю в силу Твоего Слова, что Твое Слово никогда не вернется к Тебе тщетным, но исполнит то, что Тебе угодно в каждом сердце и в любой ситуации. Я благодарю Тебя. Я хвалю Тебя. Я радуюсь Тебе сегодня в могучее имя Иисуса. Аминь. Аминь и аминь. Слава Богу. Спасибо, что присоединились ко мне. Я пастор Фестус Нцога из церкви Оаза, находящийся в городе Прага и в других городах Чехии. Добро пожаловать в эфир программы «Восстань и сияй». Да, восстань и воссияй, ибо пришел Твой свет, и слава Господа зашла над Тобою. Каждый раз, открывая Писание, или когда мы собираемся, чтобы слушать Божье Слово, Библия говорит, что вера приходит от слышания Божьего Слова. И каждый раз, когда кто-то говорит к нам Божье Слово, это приносит благословение. Библия говорит, что с приходом Слова приходит свет и дает разумение тем, которые принимают его в простоте. Ожидайте, что Бог через сегодняшний эфир коснется вас своим Словом, выведет вас, перенесет и поставит вас на путь жизни и света. Будьте благословенны в имя Иисуса. Давайте начнем сегодня с книги «Послание к Римлянам». Глава 4, Кримлянам 4, Новый Завет. Здесь говорим о вере Авраама. Библия говорит, что Авраам является отцом веры. Он был мужем веры, другом Богу, человеком, который доверял Богу, несмотря ни на что. Аллилуйя. В Кримлянам 4, стих 17-й говорит, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, перед Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых, и называющим несуществующие, как существующие». Вы видите, когда Бог входит в какое-то пространство, заполненное кромешной тьмой, Он ничего не предпринимает против тьмы, не противостоит ей, не изгоняет тьму. А что делает? Призывает свет. Просто призывает противоположность тому, что там находится. Там, где была тьма, Бог сказал, «Да будет свет». Бог не вел бой, ни с кем не состязался, не вступал в спор или дебаты, не пытался анализировать, дать объяснение тьме, как явлению, или противостоять ей. Вместо этого Он призывает то, чего там нет. А чего там не было? Света. Так что никакого боя с тьмой не вел, не пытался ее изгнать, не противостоял, никакого анализа не делал, никаких объяснений, аргументаций и споров со тьмой. Бог призывает то, чего нет, и оно приходит, чтобы быть. Во тьме нет света. И вот Бог призывает свет, в противоположность тому, что есть. Я молюсь, чтобы в данный момент, в данное время, мы научились разрешать ситуации в нашей жизни, в нашем окружении, не тем, что будем пытаться найти объяснение происходящему, делать анализы, противостоять ему, искать аргументы. Нет, нет, нет. Вместо этого мы должны понять, что является решением данной проблемы. Бог не стал анализировать причины тьмы и не стал объяснять, где начало, а где конец. Наоборот, всего лишь призвал свет. Здесь тьма, а Бог говорит, да будет свет. И как только приходит свет, тьма просто обязана уйти. И молюсь, чтобы мы сегодня взглянули на вещи по-другому. Не пытались вступать в конфронтацию с тем, что видите. Спорить с тем, что это. Объяснять, что это. Анализировать, что это. Наоборот, попытайтесь узнать, как избавиться от этого. И призовите к этому, чтобы полностью нейтрализовать это. чтобы в то, что есть, пришло то, чего нет. Библия говорит, что Бог, который воскрешает из мертвых, дает им жизнь. Когда Бог видит мертвого, то не пытается проанализировать, он уже воняет, как долго он гнил, как долго он воняет, или как это произошло, как умер и при каких обстоятельствах, если чего-нибудь не съел и так далее. Нет. Бог говорит, да придет жизнь. Бог призывает жизнь. Дьявол постарается тебя заманить в свой собственный мир. В тот, который творит он. В мир его деятельности, его тьмы, его лжи, его иллюзии и обмана. И из этого трудно выпутаться. Потому что одно уйдет, другое придет, другое уйдет, еще что-то придет. Бог так не действует. Бог не делает анализа и не ищет объяснение. Он призывает то, чего нет. И оно становится. Хорошо, теперь у меня нет денег, у меня нет ничего. Так что мне делать? Ругаться, спорить, впадать в депрессию из-за того, что нет денег, и почему их нет. Почему нет денег? Почему нечем платить счета? Пока вы все передумаете, вам конец. Наоборот, надо призвать то, чего нет. Бог призывает то, чего нет. И оно происходит. Была тьма, Бог сказал, да будет свет. Бог, который призывает несуществующие, как существующие. В нашем уме этого нет. Нет этого в нашем мышлении. Нет денег, чтобы оплатить счета. Такой человек болен, умирает или уже мертв. Христос не пришел заниматься смертью. Он пришел, чтобы принести жизнь. Не пришел спорить, спекулировать и ссориться. Нет, нет. Он призвал жизнь. Жизнь, приди. Там, где нет мир, он говорит, мир, приди. Где бушует буря и хаос, он призывает мир. Мир, успокойся. Но дьявол хочет, чтобы ты и я утонули в том, что мы думаем и свое понимание вещей выдавали за реальность. Ведь все, что вокруг меня, я не могу игнорировать. Это дьявольская реальность. У Бога другая реальность. Мы же гонимся за реальностью дьявола. А у той нет ни крайней конца. Гонимся от одного к другому. Нам надо искать Божью реальность. Какие убогомысли? Что в них заложено? Чего хочет Бог? Не беспокойся тем, что делает дьявол. Не вступай в споры, аргументации. Не пытайся объяснить, проанализировать. Ты что, не видишь, не слышишь, не чувствуешь? Нет. Это не то, что я вижу. Я вижу то, что видит Бог. Я вижу, как приходит свет. Вижу, покой приходит посреди хаоса. Я вижу приближение силы. Я призываю силу. Не пытайся это чувствовать. Страх, тревога, нервозность, слабость, безнадежность. Нет. Я призываю то, чего нет. И становится так. Вот так действует Бог. Вот как Бог хочет, чтобы действовали и Его дети. Бог может не видеть, что видите вы. Он видит свет. Бог видит надежду. Бог видит жизнь. Аллилуйя. Так что, как написано, «Я поставил тебя Отцом многих народов перед Богом, которому Он поверил, животворящему мертвых и называющему несуществующие, как существующие». Согласно Божьей программе и плану. Все уже случилось. Бог проложил путь, все приготовил, это уже готово. Сатана уже поражен. По Божьей программе и плану Сатана уже поражен. С грехом была покончена. С болезнью покончена. С болью покончена. Христос с ней покончил. На кресте произнес, «Свершилось». Так что же нам теперь делать? Будем призывать то, что уже свершилось, то, что Бог уже устроил. Он тоже так видит. Бог тоже так думает. Он хочет, чтобы у нас были такие же мысли, как у Него, чтобы мы видели то, что видит Он, говорили, как Он, и призывали то, чего в нашей естественной среде не существует. Но оно существует в рамках свершившегося на Голгофе. Там, где есть грех, мы призываем праведность. Мы призываем святость. Там, где есть страх, мы призываем веру. Там, где есть безнадежность, мы призываем надежду. Надежда, замени безнадежность. Где дьявол царствует и правит, там, где есть хаос и сумятица, мы говорим, да придет царствие твое, приди, Божье царствие. Божье царство приди, власть Божия приди, сейчас. И господство Божье приходит вместо господства тьмы. Бог призывает несуществующие, так существующие. Потому что в нем уже все совершилось. Готово, закончено, выполнено. И становятся так. Итак, Бог сказал Аврааму, несуществующие, как существующие. Стих 18 говорит, «Он сверхнадежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов. По сказанному, так многочисленно будет семя твое». Подумайте об этом. Авраам был уже стариком. Цара была уже бесплодна. Оба были уже старыми, старыми, старыми. Были так старыми, что и старые люди называли их старыми. Вы знаете такую ситуацию? Да, даже старые называют их старыми. Это также как бы бедные называли вас бедным. Имеется в виду, что это действительно крайний случай. Итак, они были очень стары. И Бог видит этого старого мужика и его бесплодную жену. Они оба старые. И Бог говорит ей, «Отец многих народов, поменяй имя с Авраама на Авраама, на отца многих». Поменяй имя, окей? Так что, Авраам, пока ты был моложе, и твоя Сара была помоложе, у тебя все еще могла быть какая-то надежда. Ну, мы не так старые еще, Сара еще ничего. И я еще молодцом. Еще может получиться. Надеемся, что время еще есть. Мы еще не так старые. У нас еще может быть ребенок. Но когда этот возраст остался далеко позади, естественные возможности исчезают. Дверь естественного рождения уже закрыта. Не существует. Уже не скажешь, «У меня еще есть время, еще немного». И жена моя. Нет. Она бесплодна и очень старая. Это когда тебя уже перевалило за 90. Подумайте об этом. Итак, вся надежда, всякая естественная надежда, все естественные возможности когда-либо иметь ребенка, снова зачать, уже ушли. Так что, кто вопреки надежде, эта надежда ушла, надежды нет, она закончилась. Авраам ведь понимал, что естественная возможность родить с Сарой ребенка, которая бы могла зачать, совершенно не существует. Забудь об этом. Даже в голову такое не придет. Но Библия говорит, вопреки надежде, поверил в надежду. В какую надежду? В духовную надежду. Да, духовная надежда. Есть два вида надежды. Есть естественная надежда, есть и духовная надежда. Эта духовная надежда не зависит ни от каких естественных обстоятельств. Например, у меня есть знакомый, брат, мама, есть работа, может быть, мне кто-то как-то поможет. Но сейчас все полностью кончено. Авраам должен был тотально и полностью настроить свое сердце и мысли и помышления на эту духовную надежду. Откуда она берется, эта духовная надежда? Она основана только на Божьем Слове. На Божьих обетованиях. Тебе Бог что-то сказал? Дал тебе какое-то обетование в Своем Слове? Читали ли вы в Писании? Исследовали ли вы? Размышляли ли над Писанием? И понял ли ты, что Бог обещал тебе жизнь во Христе Иисусе? Надежду Иисусе Христе. Что благодаря Его смерти, погребению, воскресению, вознесению, и что Он жив сегодня, у тебя есть надежда в Иисусе. Мир вокруг нас, мужчины и женщины вокруг нас, всякие лидеры, президенты, принцы и короли, все они борются за то, что здесь естественно и материально. Завидимые. «Не строят на том, что говорит Божье Слово». Общество не построено на вере. Оно построено на неверии. На том, что можно видеть своими глазами. Оно построено на естественной надежде. Вот почему они борются и воюют за любые природные ископаемые. Что будет после того, как ископаемые будут исчерпаны? Люди ведут себя странно. Но тут для всех, для вас и для меня, в то время, как естественная надежда нас подводит, когда естественные возможности почти исчерпаны, а во множестве ситуаций ее просто не существует, Бог зовет вас и меня, чтобы мы вселили свою надежду на ту духовную. Это значит, во всем довериться Богу и Его обещаниям. «Те, кто Ему доверяют, никогда не будут постыжены, невзирая на то, когда, где и как они живут. Независимо, в какое время мы живем, небо и земля перейдут. Все естественные возможности могут исчезнуть. Но я бы хотел, чтобы вы знали о Божьих обетованиях. Бог нам дал живую надежду. Эта надежда кроется в Его Сыне, Иисусе Христе. Эта надежда в Его Слове. Бог никогда не обманет, никогда не подведет. Те, кто приходят к Нему и верят в Него, и полагаются на Него, никогда не будут постыжены. Бог все еще Творец, и сегодня... Бог и сегодня может проложить дорогу там, где ее нет. Бог и сегодня способен Тебя накормить. Бог все еще может заплатить счета сегодня. Бог и сегодня силен исцелить Тебя. Его Слово — живое Слово. Его Слово живо и действенно. И на Божьем обетовании мы можем всецело полагаться. «Чрезвычайно много драгоценных обетований, благодаря которым мы можем избежать безнадежность, тление, хаос, депрессии, разочарование, стыд и унижение, преобладающие в мире». Можем держаться за Божье Слово. Ты — Дух. Божье Слово — духовно. Господь Иисус сказал в Иоанна 6, 63. «Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь». Скажем вместе, Его Слова — суть Дух и жизнь. Аллилуйя! Авраам, вопреки надежде, поверил в надежду. Слава Богу! И потом говорится, стих 19, «И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба сарена в омертвении». То есть уже не понадеялся на свое естество. Поднимитесь выше, на ступень выше. Отведите свой взгляд от того, что вы чувствуете, что вы думаете, что люди видят, что люди говорят, что видите по телевизору каждый день. Эти люди могут быть искренними и честными. Они говорят то, что видят, то, что знают и что они понимают. Но есть и высшее познание. Есть высшее зрение. Высшая надежда. Высшая надежда. Есть высшая ступень надежды. Бог жив и активен. Вселенная не существует сама по себе. Она была сотворена и держится Божьим Словом. Примите сегодня это Слово от Бога в свои сердца. Примите сегодня веру Иисуса в свое сердце, который сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. Потому что Ему сказал Бог. Бог Ему пообещал. Бог дал Ему Слово. А Он, это Божье Слово, принял сердце. Так что, когда Он уже не мог держаться за то, что вокруг Него держался того, что сверхъестественно и духовно. Божье Слово в вашем сердце и разуме высвобождает живую надежду. Аллилуйя, Иисус. И Он не был слаб в вере. Не сосредотачивал свое сердце и разум на то, что Он видел по плоти. Не анализировал, не раздумывал о теле Сары и мертвости ее чрева. Нет, нет, нет. Что тело Его почти столетнего, уже мертвева и утроба Сарина в омертвении. Он не пошатнулся в вере Божьему обещанию. Не поколебался. Не сказал, как это может случиться? Я уже старый, у меня нет работы, нет денег. Жизнь разбита. Как мне поверить, что Бог восполнит мои нужды? Абраам так поступил. Так что мы с вами можем брать с него пример. И мы вполне можем положиться всем сердцем и разумом на Божье Слово и Его обетование. Пришло время тщательно и систематически и непрерывно укреплять свои сердца и мысли Божьим Словом и обетованием. Рано утром, ночью. Думайте об этом. Размышляйте об этом. Пусть это укоренится глубоко в вашем подсознании. Пусть этим пропитается ваш дух. Божье Слово сильно. Божье Слово креативно. Божье Слово творит свой собственный мир. Халилуя, Иисус! Библия нам говорит, что Авраам не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. Он поднимал глаза утром, днем и вечером со словами «Боже, благодарю тебя и воздаю тебе славу, воздаю тебе хвалу и поклоняюсь. Я чту тебя, потому как небо и земля придут, но твое слово никогда не придет». Ты не можешь лгать, и тебе верю каждой клеточкой своего существа. Что ты сказал, то и произойдет. «Я это вижу, я этому верю, я думаю об этом, я говорю это, я мечтаю об этом. Бог обещал мне, что буду отцом многих народов». Что ты сказал, то и произойдет. Точно так, как ты проговорил во Вселенную, и она начала быть, те же уста, которые промолвили, «Да будет свет, и стал свет», «Уста, которые проговорили, и стало так», те же уста сказали и мне, «Ты отец многих народов». Если бы это не было правдой, то и небо, и земля не существовали бы. Не было бы ничего, что сотворено на земле. Потому что все исходило из тех же уст всемогущего Бога. Просто слушай Бога. Думай Его Слово. Говори Его Слово. Авраам был вполне убежден, что то, что Бог обещал, то и сделает. Не позволял себе даже мысль допустить о том, чтобы поставить под сомнение то, что сказал Бог. Почему ты сомневаешься в Боге? Почему ты сомневаешься в Его Слове? Если хочешь сомневаться, то сомневайся в чем угодно, только не в Божьем Слове. И сейчас, прежде чем закончить, я прочитаю вам из притч, глава 4. Бог в стихе 20 говорит, «Сын мой, ставь здесь свое имя, дочь моя, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое». Это означает, закрой свои уши, чтобы не слышать тебе никакие другие голоса, слова, мысли, мнения и знания. И всецело и полностью обрати внимание на то, что говорю я. Да не отходят они от глаз твоих, пусть видите только их. Куда бы вы ни повернулись, вы видите Слово Божье. В любое время, куда бы вы ни обратились, видите исполнение Божьего Слова. Куда бы ни обратили свой взгляд, Бог сотворил вот это, Бог сотворил вот то. Божье Слово сотворило птичку, Божье Слово сотворило это дерево, Божье Слово сотворило небо. Куда бы вы ни повернулись, видите это. Далее, «Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, береги их, как самые драгоценные сокровища вашего внутреннего человека». Пусть эти слова станут твоим богатством и имением. Пусть это будет то, куда вы инвестируете свои сокровища. Там, где твое сокровище, там твое сердце тоже будет. Если вы сделаете Слово Божье своим сокровищем, ваше сердце всегда будет укрыто в том слове. Потому что там, где твои сокровища, там и твое сердце. Твои сердца и мысли сокровище Его Слова и обетований. Люди, у которых есть деньги и имущество, только и думают о том, что у них есть. Все, о чем они думают. Их деньги, их имущество, их машина, их слава, их богатство. Теперь, когда Слово Божье становится твоим богатством, твоим имуществом, твоим, все, что я имею, твоим самым дорогим сокровищем, а там, где твои сокровища, там будет и твое сердце. Хвала Богу. Здесь написано, «Храни внутри сердца твоего». Стих 22. Потому что они – жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Его Слово, Его Правда. Чем больше их будет в твоем сердце, в твоих размышлениях, если они станут центром твоей жизни, тем больше они будут давать тебе направлений, вдохновений, видений и снов. Станут жизнью. Будешь в них жить. Будешь в них пребывать. Будешь жить Словом. Думать о Слове. Во снах видеть Слово. Петь Слово. Владеть Слово. Что Слово говорит и обещает, становится теперь живой реальностью твоей жизни. Слово становится жизнью и здоровьем для всего тела. Становится лекарством твоей души. Лекарство для твоего духа и твоего мышления. Исцеление всего тебя и всего, что вокруг тебя. Да будет Божье Слово укоренено в тебе, а ты укоренен в Божьем Слове. Не бойся. Только верь Божьему Слову. То же Слово, что сотворило небо и землю. Землю, на которой ты сегодня стоишь, все сотворено Божьим Словом. Если ты физически способен свой вес переносить в пространстве, которое было сотворено Божьим Словом, точно так же ты можешь опереться своим сердцем, своим духом на Божье Слово. Так же, как вы уверены в этом физическом мире, будьте уверены в Слове Божьем. Да благословит вас Господь и сохранит. Да озарит вас светлым лицом Своим и даст вам мир. Примите Его силу сейчас во имя Иисуса. Звоните, пишите, сфотографируйте информацию на экране и свяжитесь с нами сегодня. Мы будем молиться за вас. Жду вашего звонка. Мы молимся за наших друзей и партнеров. Мы хотим, чтобы вы знали, что мы открыты, чтобы слышать, мы открыты принять. Позвоните, напишите, пришлите свое пожертвование, чтобы это послание могло продолжаться и дальше. Пусть всемогущий Бог поддержит и сохранит вас от падений. Он это умеет, несомненно. Те, кто возложит свою надежду и поверит в Его Слово, никогда не будут постыжены и дезориентированы. Небеса и земля придут, но мы с вами, и те, которые уповают на Его Слово, никогда не придем вместе с миром. Да благословит вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова